Этим летом проблема с вывозом мусора коснулась практически всех. Его не вывозили как возле многоквартирных домов, так и с частного сектора. Безусловно, этот факт не мог остаться без внимания общественности. Сотни людей сообщали об этом региональному оператору. Находились и те, кто уже устал и привозил свой мусор прямо к офису Эко-Альянса. В самой же компании о проблеме знают и пытаются найти решение. Накануне прошел часовой прямой эфир с директором Эко-Альянса Дмитрием Дружининым. На главный вопрос, почему отходы стояли по несколько дней без внимания, руководитель пояснил, что они столкнулись с резким оттоком кадров. В мае месяце у нас отток персонала произошел куда-то на вахту, народ уехал, очень серьезный отток. По состоянию еще на 1 июля у нас из 70 штатных единиц было только 17 вакансий, то есть вообще не было людей. Обострялась обстановка еще и началом туристического потока. Объемы мусора в прибрежных зонах сильно возросло. И чтобы урегулировать обстановку, приходилось и без того ограниченное количество техники перенаправлять в районы. У нас туристический сезон, у нас не отработан сейчас вопрос по уборке побережья. Объемы у нас возросли, которые к нам не относятся, вот этот объем турпотока в терр схеме, он не предусмотрен, тарифом он не предусмотрен. Тем не менее, мы его разделить не можем. По словам Дмитрия Дружинина, сейчас ситуация постепенно нормализуется. Из свободных 53 вакансий осталось всего 7. По каждой единице, по каждому человеку, даже там, вот каждое утро мы сидим, вот распределяем, кто где. Работают ребята сейчас в достаточно напряженном режиме, сильно устали уже люди, да. Тем не менее, понимаем, что сейчас надо вот этот сложный период пережить. И я думаю, в течение месяца мы выруемся, где-то примерно к сентябрю месяца ситуацию. Конечно, одним из основных вопросов, как получить перерасчет, на это директор компании ответил, что перебои хоть и носили массовый характер, но рассматривать заявления будут в индивидуальном порядке. Сегодня приняли решение про расширение кулцентра, мы добавим сейчас еще несколько штатных единиц, отдельно еще распишем три телефона по районам. В любом случае, заявление человек должен написать, потому что он считает, что надо сделать перерасчет. Мы рассматриваем заявление, основание есть, перерасчет делаем. Написать заявление нужно на имя директора Эко-Альянса. Отправить его можно будет в электронном виде через личный кабинет или через электронную почту, а также принести лично в офис регионального оператора. Базарев Шеев, Жаргал Циндашиев, Новости дня.